Здравствуйте! В кинотеатре Большой Михайловки творятся беспорядки, сообщает нам работник треста «Казах углеразведка» товарищ Топильский. Не так давно, во время дневного сеанса, его дочери разбили голову сиденьем от стула, который неизвестный хулиган бросил вдоль зрительного зала. Директор кинотеатра товарищ Токибаева мер к обнаружению хулигана не приняла. В тот же день, продолжает товарищ Топильский, во время вечернего сеанса в фойе кинотеатра можно было наблюдать игру в орлянку. Из полкома Гурсовета следует обратить внимание на беспорядки в кинотеатре Большой Михайловки. На днях во Дворце культуры Горняков состоялось совещание доярок Карагандинской области. Участники обсудили доклад секретаря обкома Компартии Казахстана товарища Аскарова о задачах доярок по увеличению производства молока в свете решений 22-го съезда КПСС. Участники совещания приняли обращение ко всем дояркам области с призывом получить в 62-м году от каждой коровы по 3000 кг молока. После совещания для доярок был дан концерт. В магазины и отделы, торгующие игрушками, поступили в продажу наборы «Юный химик». Набор содержит химические реактивы, необходимые для того, чтобы получить первоначальные знания в области химии. Концентрация кислот и щелочей невелико и поэтому не представляет опасности для детей. Стоимость набора «Юный химик» — 10 рублей. Исполнилось 10 лет участия жителей нашей области в игре «Спортлото». За это время было реализовано билетов более чем на 21 миллион рублей. Один из самых крупных выигрышей в стране — 67 980 рублей — принадлежит карагандинцу. Жители нашей области не раз удачно играли и в лотереи «Спринт». Владельцами автомашин стали жители совхоза имени Энгельса Феллер, инженер Дедух и машинист тепловоза Комаров. Играйте в лотерею «Спортлото» и «Спринт». На днях в Караганду поступили новые тысячные купюры. Но чрезвычайное положение, сложившееся с наличными деньгами, сохраняется. Президент Казахстана подписал указ об особом режиме операций с наличными деньгами. Расчеты между организациями и учреждениями теперь будут вестись только в безналичном порядке. 30% из заработных плат работающих предприятий всех форм собственности обязаны переводить в банки республики. В расчетах между гражданами и предприятиями будут применяться чеки сберегательного банка. Новые – это хорошо забытое старое. Встретимся в пятницу. Новые – это хорошо. 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 Новые – это хорошо.